Вот он, вот он красавец мой. Да, 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 да. Больше никуда тебя не выпускать не буду. Дружелюбный ушастик теперь подпускает к себе только хозяина. На днях собаку отравили. Михаил своего четвероногого друга чудом сумел выходить. Рассказывать животное приютил недавно. Сейчас пёс живёт в сарае, который мужчина подлатал специально для своих питомцев. А их было немало. Ушастик уже шестой. Других собак тоже отравили. Животные мучительно умирали на глазах у всего двора. Палки вот такие вот, с рук палка вот такая вот. Перегрызают палку от боли. Мучится. У меня вот найда была такая, хорошая собака. Вообще, плакали тут многие ходили. Взяли и отравили. С детьми, дети на колясках берёт, на санках берёт. Она их раз и тянет санки. Катались дети. Ну, кому это надо было. Теперь делится Михаил. Он очень боится. За ушастика и на ночь запирает. Но питомца Нелли Прилипской меры предосторожности не спасли. Вот вольер у нас стоял. Вон там вольер. Сидела собачка. Мы кормили её, ухаживали за ней. А её отравили. Мы просыпаемся, а она умерла. Ночью это всё делают. И местные люди наши делают это ночью. Естественно, отравляют. Кто же ещё? Не будут же люди чужие идти их и травить. Не находит себе места и хозяйка маленькой Боньки. Раньше, говорит Наталья, собака спокойно гуляла во дворе. У меня вот сейчас кота два дня нет. Переживаю, страх, как думка. У меня уже три года. Это два года. Ой, добрый. Ольгу аж прям до переезда провожала. Звонит мне, Наталья, твоя собака пошла меня провожать, не забудется. Домой, говорю, придёт. Домой, хороший. Про себя говорю. Жители рассказывают, животных травят не первый год. Люди даже предположить не могут, кому они помешали. Мы как бы дружно начинаем, естественно, бороться с этим. Как бы вообще хотим поймать этого человека, чтобы наказание он за это принял, потому что это невозможно. Каждый день то кошечки умирают, то собаки умирают. Самарские зоозащитники уверены, жестокость к животным может стать проблемой и для людей. Ядом, который докхантеры подсыпают в еду собакам и кошкам, могут отравиться дети. Надо писать, на центральную городскую станцию на Фатеева звонить, причём она круглосуточная. Они должны выехать и взять на экспертизу, потому что это предоставляет опасность для людей. Да, такие случаи уже были. Мы на Мехсавоте определяли вещество, оно было запрещено ещё в 70-х годах. Раскитано рядом со школой, на детской площадке. После этого оно сохраняется в почве больше десятка лет. Уголовный кодекс, там и так достаточно жёстко для этих дел статья существует уже. Поэтому как-то её дополнительно ужесточать, на мой взгляд, нет смысла. Лучше разграничить и, например, сделать зависимость, что если, условно говоря, дважды попался на административке, то дальше уже уголовное. Первый раз попался, 5 тысяч штраф, второй раз попался, 10 тысяч, третий. Ну, извини, уже уголовная ответственность. Сегодня за жестокое обращение с животными живодёром грозит штраф принудительной работы или лишение свободы сроком до двух лет. Жители домов на улице Ильтонская уверены, отравители попадут в руки правосудия. Алина Чемерис, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.